Хочу рассказать вам, как вы можете получить монеты Апекса абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно установить приложение Free Apex Coins и выполнить несложное задание. После того, как вы накопите 1000 очков, у вас будет возможность обменять их на карточку с 1000 монет Апекса, которые вы сможете вывести как на ПК, так и на консоли. Ежели вам что-то будет непонятно, подробная инструкция имеется в приложении. Также, только по моему бонус-коду в описании, вы сможете получить дополнительные монеты. Вазапин, комрады, с вами снова Валькирин. Девятый сезон Апекс Ледженд все ближе и ближе, а значит разработчики начинают добавлять всевозможные тизеры, а датамайнеры находят все более интересную информацию в файлах игры. Советую приготовиться, ибо у меня есть невероятно крутая информация для всех фанатов и любителей вселенной Тайтанфола. Сегодня вы узнаете про способности абсолютно нового и неизвестного героя, какое оружие мы увидим следующим, изменения на всех картах, улучшение работы злополучных серверов, кто 100% будет новой легендой 9 сезона, тизеры, которые появятся уже совсем скоро, короткометражку, которая выйдет 19 апреля, то бишь сегодня, скины в стиле Тайтанфола и безумную связь Рампорт и Валк с антагонистом вторых Титанов. Как вы видите, у меня для вас очень интригующая инфа, посему не забудьте поддержать меня подпиской на канал, лайком, нажатием колокола и напишите в комментариях, кого хотели бы получить следующим героям. Хочу напомнить, что на моем канале каждый день проходят стримы после 6 вечера по МСК, где мы с вами общаемся, слушаем вашу музыку и просто чилим, так что обязательно заглядывайте. Ну и приятного вам просмотричка. Несмотря на то, что в разработке находится уже приличное количество героев, о которых я, кстати, уже успел вам рассказать, респавны не останавливаются и продолжают придумывать новые концепты. На этот раз Байес 12 раздобыл информацию о новой легенде, имя которой Пария. Причем он сразу же предоставил нам и работу всех ее способностей. Тактическая обилка сонарная граната. Пария бросает гранату, которая показывает местоположение всех противников, находящихся в зоне ее действия. Работает на протяжении 15 секунд. Ультимейт называется Жертвенный романтик. Пария пускает пар в разные направления, которые наносят постепенный урон по ХП противника, игнорируя его броню. Во время активации данной способности передвижение будет невозможно. Пассивка, а пломб тренировка. Позволяет видеть полоски здоровья ваших противников, а также дает неуязвимость к пару, который выпускает ульта других парей. Парей будет парить, парить, парить будет парей. Как по мне, большинство из тех концептов, о которых я уже вам рассказывал в этом ролике, обладали куда более интересными и уникальными способностями. Зачем разработчики тратили время на подобного персонажа, который является какой-то смесью Каустика и Бладхаунда, я не совсем понимаю. Также Байест показал нам и скриншот с легендарками данного героя. Называются они Секретная служба, Утерянный архив, Призрачный край и Эффект химеры. Нравится ли вам подобная легенда? Пишите в комментариях. Как вы помните, в этом ролике я вам рассказывал про целых три оружия, которые находятся в разработке уже прямо сейчас. Несмотря на все это, датамайнеры сообщают, что в девятом сезоне ничего из стволов мы не получим. Видимо, разработчики таки сдерживают свое слово о добавлении нового оружия через сезон. Как вы помните, в восьмом мы получили репитер, соответственно, следующий ган выйдет лишь в десятом сезоне. Им должен стать тот самый гранатомет под названием EPG-2. Как многие из вас правильно заметили, на данный момент он обладает энергетическими боеприпасами. Однако не обычными, а их уникальной модификацией, которая присуща стволами с дропа. Вполне возможно, что EPG заменит миротворец, который наконец вернут на землю. Мы уже с вами говорили по поводу глобальных изменений на Олимпе. Однако многие задавались вопросом, а что же будет с другими картами? Буквально на днях разработчики разместили ролик, подготовленный специально к сотне миллионов игроков в Apex Legends. This game looks insane. Вы, должно быть, обратили внимание, что в нем очень много интересного. К примеру, следующий герой, но о нем немного позже. Главное это локации Олимпа при, скажем так, ночном свете. После просмотра данного тизера у меня осталось намного больше вопросов, чем ответов. Если присмотреться на заднем плане, можно заметить скалы, а помимо этого еще и кости левиафанов, которые располагаются на каньоне. Однако сама локация с водопадом вроде как находится на Олимпе. Лично у меня вариантов всего два. Возможно, Олимп просто переместится на каньон Кингс и будет находиться на небольшой высоте, что звучит не особо убедительно. Ну а второй, скорее всего, это просто локация для режима тех самых арен от Эш. Разумеется, обязательно пишите свои предположения. Кстати, как я и говорил, на эту самую локацию с водопадом таки рухнул вояж Миража, и теперь он по сути является частью данного места. Помимо этого, стало известно и о небольших изменениях на краю света, которые должны будут произойти в середине девятого сезона. И да, край света наконец-таки вернут в пулкарт. Разумеется, на одном тизере разработчики не остановились. В своем твиттере они поделились вот таким вот забавным артом. На нем очень много всяких фановых и теплых пасхалок, однако имеется и кое-что очень интересное. А именно карта края света, лежащая в центре. Причем локации Депо, Харвестер и часть Осколков Капитолия обведены красным маркером. Возможно, респавны намекают как раз таки на изменение данных локаций. А вот будет ли Каньон Кингс в пуле карт, совершенно неизвестно. Да, мы получим арены, которые по всей видимости будут привязаны именно к Каньону. Однако сама карта вполне возможно вовсе не будет задействована в основном режиме батл рояля. Наконец, появилась информация, которую игроки Апекса ждали два года. Сервера. Огромное количество плееров по сей день сталкивается с проблемами их работы. И я сейчас даже не говорю про банальные вылеты и все тому подобное, что случается при притоке игроков. Речь идет о нерегах попаданий, странном перемещении противников, урон, который продолжает по вам проходить, даже если вы зашли за укрытие, ну и все тому подобное. И если нереги лично у меня случается невероятно редко, то вот все остальное вполне имеет место быть. Абсолютно на каждом моем стриме случалось тонной ситуации, когда по мне умудрялись наносить урон даже после закрытия двери. Или может ухода за камень, стрейфа в другую сторону, ну и все в этом духе. Виной тому является тикрейт серверов. Как заявили сами респавны, их инженеры активно работают над улучшением этого самого тикрейта и инеткода, а также фиксами самых распространенных ошибок, причиняющих злосчастные вылеты. Для тех, кто не знает, что такое тикрейт, грубо говоря, это частота, с которой сервер получает информацию о ваших действиях. Разумеется, чем чаще будет происходить обновление данных, тем лучше будет впечатление от геймплея. Для лучшего понимания, советую посмотреть вам информацию о тикрейте и инеткоде в отдельных роликах. По словам разработчиков, первые изменения мы с вами должны будем заметить уже в течение двух недель. Что ж, будем надеяться, что это реально будет так. Несмотря на огромное количество роликов, которых я уже пояснял про будущую легенду девятого сезона, все равно куча народу задает этот вопрос. Хотя, вполне возможно, что они эти самые ролики попросту не смотрят. Однако, последний раз напомню, что 100% следующей легендой будет летающая японка Валк. Пассивка наделила ее реактивным ранцем и позволит летать на приличные высоты, пока не закончится топливо. Оно, в свою очередь, будет само восстанавливаться со временем. Тактика является альтернативой Фьюзу, выпуская разрывную ракету. Ульта позволит вам и вашим тиммейтам какое-то время парить в воздухе. Несмотря на все сходства данных обилок с Бобой Фэтом и прочими летунами, многие комментаторы весьма правильно подметили, что большую связь они имеют с одним из титанов, под названием North Star. Самое забавное, что 18 апреля разработчики разместили премьеру новой истории из внешних земель под названием North Star. Ее, кстати, мы вместе с вами посмотрим на моем стриме, который начнется в пол шестого по МСК. Там я постараюсь разобрать саму короткометражку и просто пообщаюсь с вами, параллельно играя в Апекс и другие игры. Так что приходите. Отмечу, что нам уже известно о связи Рампорт с титаном бывшего высшего хищника под псевдонимом Вайпер. Лицевую панель его титана можно было заметить в мастерской самой Рампы. А самое интересное, что этот самый титан был именно класса North Star. Датамайнер Гарретт написал, что если Валк не имеет связи с Вайпером, он разыграет тысячу монет Апекса. И тут хочу напомнить, что Рампорт является вполне неплохим инженером-оружейником, проектирующим оружие, как ни странно. Ставлено то, что именно она смогла найти обломки титана Вайпер и в дальнейшем адаптировала полетные модули под саму Валк. Что и позволило ей получить те самые способности, о которых я рассказывал ранее. Кстати, сама короткометражка будет самой длинной за всю историю Апекса. А именно 8 минут и 18 секунд. Как говорили разработчики, в девятом сезоне будет огромное количество упоминаний и отсылок к Тайтанфолу. Так что подобный вариант более чем имеет место быть. После выхода истории на стрельбище наконец откроется доступ к тому самому тизеру Эш, который мы с вами также посмотрим на стриме. Кстати, вернемся к скриншоту с картой. На столе можно заметить интересный список с каким-то шифром. К-С-Р-В-К зачеркнуты, а буква А со знаком вопроса. Разумеется, комьюнити сразу же разгадала данное послание. Как оказалось, это отсылка к списку всех выше хищников из второго Тайтанфола. Сам Кубин близк, Слоун, Рифтер, Вайпер и Кейн. А вот Эш и является той самой загадочной буквой. Шрактал также написал, что следующий набор скинов очень сильно понравится фанатам все того же Тайтанфола. Однако сами скины решил не спойлерить, чтобы не убивать интригу. Также не забывайте, что меньше недели осталось и до тизера девятого сезона в виде кораблей в небе над Олимпом. Время летит довольно быстро, но я стараюсь держать вас в курсе всего самого интересного. Напомню, что понаблюдать за моей игрой вы можете на прямых трансляциях, которые проходят на моем канале каждый день после 6 вечера по МСК. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, тыркните колокол и не забывайте смотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok